Денис, приветствую тебя. Наша долгожданная очередная встреча. Долгожданная, потому что знаю фидбэк от наших подписчиков и тех, кто смотрит за, следит совместным контентом. Тебе снова большое спасибо, что смог в своем гафе найти время для текущего эфира. Тем более, что встреча очень актуальная. Ведь сегодня, пожалуй, главное событие недели, а может быть, и не только для Евро, что сейчас Европейского Центрального Банка. И сегодня, если ты не против, будет круто, если есть какие-нибудь интересные технические формации непосредственно по паре Евро-Долг. Я с позиции фундамента также пару слов скажу, что мы сегодня можем ожидать. Давненько еще не смотрели на британскую валюту. Я думаю, тоже будет интересно. Ну и чтобы немножко разнообразить наш ассортимент, можно еще и залезть на фонду, в частности, глянуть СНП. Ты как, не против? Я всегда за. Давай. Супер, договорились. Ну что, можно перейти к демонстрации и уже по графикам прям комментируем. Так, друзья, сейчас на ваших экранах пара Евро-Долг, которую хотелось бы сегодня затронуть. Напоминаю, что если ориентироваться на московское время, в 14.45 сегодня блок ставок, ключевая ставка по депозитам рефинансирования спустя 45 минут после этого, тоже традиционный расклад, пресс-конференция, руководитель ЕЦБ Христин Лагард. И те, кто следит за европейской валютой, сейчас, конечно же, ждут это событие, этот фон, этот потенциальный источник движения, триггер. Потому что это заседание может быть интересно, прежде всего, комментариями, намеками от регулятора на изменения в программе количественного смягчения. Вообще сейчас это больная тема для всех регуляторов. Когда же начать лишать экономику вот этой щедрой, неслыханной бесплатной ликвидности? И нужно подгадать сроками таким образом, чтобы в конечном счете этими решениями не наломать дров и не создать дополнительных рисков. В долгое время, и я продолжаю, в принципе, не только говорить, но и продолжаю это делать, следим за программой количественного смягчения по Федрезерву и этими изменениями, которые могут не произойти. И на сегодня я предлагаю избитую тему по доллару оставить в покое и вот сфокусироваться именно на программе количественного смягчения, которая называется программа экстренного выкупа облигаций в рамках Европейского Центрального Банка. Моя субъективная ставка и мой расчет на то, что сегодня, ну, конечно же, никаких критик не будет. Это 110% вероятности, но сейчас условия не совсем обычные и простые. Даже намек на возможные изменения в будущем, он может трактоваться как фактически само решение. И я от Европейского Центрального Банка как раз жду намека на то, что в четвертом квартале под закрытие 2021 года программа количественного смягчения ЕЦБ должна начать уже сдуваться. Причем я сегодня на своем брифинге также объяснял и пытался занести позицию, что, может быть, Кристин Лагард не захочет провоцировать хоть чрезмерную волатинность на финансовых рынках и не позволить себе конкретных комментариев с использованием фразы сроки и программа количественного смягчения. Я предложил зайти даже с другой точки зрения, например, если ЕЦБ сегодня пересмотрит прогнозы по инфляции и повысит их с учетом текущего роста, который продолжается уже не один квартал. И, может быть, для того, чтобы снять вот эту неопределенность и потенциальное опасение рынка за то, что будет расти инфляция, добавить, что у ЕЦБ есть инструменты для борьбы с этой инфляцией. Это как раз ужесточение монетарной политики. В общем, сегодня по евро я оптимист. Сейчас кассировки 1.18.15. Я предлагаю для тех, кто еще не сделал, хочет поторговать краткосрочно на новости, на серьезные, попробовать посмотреть на уровень скользящей средней, который проходит примерно в диапазоне 1.17.70 и забросить атушку туда. То есть бай-лимит с уровня 1.17.70, причем риски тоже обязательно нужно контролировать. 1.17.10, это 60 пунктов будет, значит, и ждать уже роста европейской валюты. А фунт здесь немножко другая тема. Я здесь рекомендую попробовать поработать на потенциальный пробой отметки 1.37.30, причем с целями в район 1.36. Почему здесь иная ситуация? Здесь политические риски, которые снова растут. Напоминаю, что в этот понедельник британский парламент вернулся с каникул. И первое, что они стали обсуждать, это повышение налогов на страхование. То, что Борис Джонсон от чего открещивался во время своей предвыборной кампании и обещал, что никогда не допустил, чтобы какие-то проблемы, потенциальные проблемы для государства, особенно с финансированием, решались за счет налогоплательщиков. Ну, как бы в его защиту могу сказать, что когда он обещал это, конечно же, мы не столкнулись еще с ковидом и не знали, к чему все это приведет к экономике. Но факт остается фактом. Сейчас его правительство пытается протащить дополнительные налоги. Это все воспринимается в штыки. Парламентарий против. И это все начинает раздражать население и его электора. Я думаю, что вот эта интрига того, как все это окнется для правительства Бориса Джонсона, она еще какое-то время на рынках поддерживается. И я думаю, что фунт в связи с этим может неплохо просесть. Ну и что касается фондового рынка, здесь я продолжаю оставаться активистом. Коррекция, которая сейчас идет. Мы такие коррекции наблюдали уже не раз. Вот как раз сейчас S&P 4,491 пункт. Мы подбираемся к скользящей средней, допуская небольшой там завер вниз еще, заход там к уровню 1,1440. И потом я уже рекомендую смотреть на покупки в расчете на дальнейший рост. Потому что, друзья, не забывайте, что основной источник роста американского фондового рынка – это мягкая экономическая политика – осталась в силе. Потому что и Павел об этом сказал, что ее пока менять не будут и расхищать по равному количеству исключений. И мы сами сделали вывод после последнего слабого отчета по Non-Farm Payrolls. Денис, слово тебе. Хорошо, включаю показ. Так, отлично, у меня уже должно быть экран видно. Значит, по поводу евро. У меня дело в том, что еще с начала недели, с понедельника, был расклад такой, что по евро сделало такое весьма крупное перепозиционирование, то есть перекрытие всего полностью сегмента предыдущего продавцов. Денис, плохо слышно тебя. Можешь на время потушить картинку сейчас. Связь наладится. Ты на связи, Денис? Денис, мы видим твой терминал, видим графики. Ты как, на связи? Так, предлагаю, друзья, немножко подождать. Денис, возможно, переподключится, чтобы уже продолжить эфир. Денис, мы не видим сейчас ни картинку, ни не слышим тебя. Денис, мы видим сейчас ни картинку, ни картинку, ни картинку, ни картинку, ни картинку. Так, ну еще минуту ждем тогда. Так, да, извиняюсь, у меня что-то жестко глюкнуло, когда нажал на объем. Понял, Денис. Ты тогда можешь продолжать, нормально все. Да-да-да, сейчас. Вот, все, заново сделал показ. Значит, о чем я говорил по евро. Здесь у нас, во-первых, движение вниз происходит на очень крупных объемах отрицательной кумулятивной дельты, то есть, другими словами, на битах. Соответственно, что такое движение на битах? Это рыночная продажа, плюс ко всему, это еще и байлимиты. Вчера был неплохо. Денис, опять проблемы с качеством соединений. Ну давай, дубль три, Денис. Я думаю, что сейчас будет удачно. Включи микрофон, Денис, не слышно тебя. Так, теперь хорошо, да. Все, экран видно, да? Да-да. Вот, поэтому, с учетом всех факторов, у меня получается, что общая тенденция у нас здесь лонговая, то есть, я лично за покупки. Единственный вопрос, пока нет уверенности, с какой именно зоны. Поэтому предпочел вчера, даже на вот этом локальном откупе, ну, просто особо не заморачиваться, не входить вообще ни в какие сделки, и сегодня уже смотреть, что нам нарисуют. В идеале, конечно, это падение в район 11.25-11.65, здесь же и нижние опционные границы рынка находятся, и вспомогательный еще и локальный уровень поддержки, который используется при паттерне перепозиционировании. При этом фактор времени у нас точно тоже очень красиво выполнен. В общем, я за покупки, но для этого есть две зоны. Какая именно из них сработает, честно, пока сказать не готов, потому что могут и хвосты дать на европейской, ну, на ставке европейской, могут и пробить просто вниз, а потом двинуть вверх. Короче, любая комбинация может сработать, поэтому здесь лучше пока понаблюдать, и когда уже начнутся при движении вниз какие-то объемы окупные резки появляться, ну, тогда уж, соответственно, буду стараться входить в сторону появления этих объемов. Что касается фунта, вот по фунту я немножко с тобой все-таки не соглашусь. У меня здесь мнение вот аналогично, как и по евро. Я услышал, что ты говорил по поводу налогов и Бориса Джонсона, но я в то же самое время считаю, что для валюты это будет очень неплохой, на самом деле, сигнал. И в то же самое время, вот глядя на общую структурную картинку, у меня здесь виднеется, во-первых, очень классное накопление. Здесь пока у меня еще прошлый контракт включен. На протяжении всего роста у нас вот где находилось основное сосредоточение объема профильного, то есть там, где были сделаны крупные накопления. Прямо сейчас цена как раз на верхней границе этого накопления находится. То есть это как некая зона баланса, можно так это назвать, плюс еще и вспомогательный локальный уровень. Вчера его цена очень красиво потестировала, причем на весьма крупном объеме. Он не так хорошо виден на четырехчасовом, сколько на часовом. Сейчас вот его покажу. Была попытка проталкивания вниз и резкое перекрытие объема вверх. То есть я эту штуку называю перебитие объема. И чаще всего подобные вещи, они срабатывают очень плохо на отскок вверх. Естественно, сегодняшняя ставка по ЕСБ затронет и остальные валюты. Это тоже прекрасно понимаю. Но пока все-таки буду придерживаться сценария лонгового. Тем более, если цена пройдет вверх хотя бы в район 1.3820, у нас красиво сформируется внизу зонка покупателей. И дальше при коррекции к ней будет снова дальнейший рост. Но пока что я больше все-таки зарос в район 1.40. Там, конечно, буду смотреть по ситуации, что у нас получится. Но пока покупки буду удерживать. А что касается индекса S&P 500, здесь у нас самая ближайшая. Она не особо сильная, я сразу скажу. Но это как минимум ближайшая зонка поддержки. Это вращение. Зона вращения, то есть тут диапазон, который цена видела с обеих сторон и, соответственно, давала реакцию. Я лично считаю, что восходящий тренд S&P 500 у нас не закончен. И к концу года, по-моему, там и JP Morgan уже говорили о том, что ожидает где-то в районе 4.700. Естественно, это все будет проходить с периодическими коррекциями, откатами и так далее. Но, как мы видим уже в прошлые разы, с интервалом где-то примерно каждые две недели у нас появляются такие коррекции и откупы вверх. Я думаю, что у нас, в принципе, не будет исключениями и текущая коррекция. Есть две зоны. Вот нижняя зона вот здесь, она более сильная, однозначно. Она более сильная, потому что сюда попадают у нас и крупные профильные объемы еще с текущего контракта, который, кстати говоря, тоже скоро уже заканчивается. На следующей неделе будем переходить на декабрьские. Основные профильные объемы в данном контракте у нас сосредоточены именно в нижней зоне 4,370-4,400. И если цена дойдет до этого диапазона, то я считаю, что можно покупать просто с закрытыми глазами. Но дойдет ли до этого диапазона, это еще на самом деле очень большой вопрос. Поэтому для начала буду смотреть вот с этой зонки реакцию. Она хоть и не сильная, но все-таки как локальная поддержка однозначно есть. Ну и плюс, как самый сильный диапазон, то вот здесь вот внизу. В общем, либо с одной стороны, либо с другой. То есть здесь в любом случае общий конечный итоговый результат будет в качестве роста. Денис, ты закончил, да? Да, да. Спасибо тебе большое за твою точку зрения. Ну, в целом, я согласен с тобой, что если смотреть на отношение к риску, то, да, тот же самый фунт, он так же, как и евро, логично смотрится вверх. Но у меня была просто ремарка, что политический риск, он имеет место быть сейчас. Я могу ошибаться, но посмотрим, как сделка против даже ожиданий того, что доллар будет стабить и, по идее, должно оказывать поддержку в лунду. Ну, хотя бы что-то, чтобы отличалось, разнилось. Я понимаю, что у нас с тобой в последнее время очень такая неплохая синергия получалась. Но сейчас пусть особняком фунт побудет. Спасибо тебе большое за время. Тогда хорошего у тебя закрытия недели. Ждем ГЦБ. Все у тебя случится уже фактически через несколько часов. Ну, а с Денисом, по возможности, мы с вами снова обсудим ситуацию уже на следующей неделе. Денис, хорошего закрытия недели. Пока. Да, Тём, спасибо тебе тоже отлично. Отторговать эти веселые новости. И до скорых встреч. Спасибо. Пока-пока. Продолжение следует...